Особое мнение на 101FM Заходите и подписывайтесь, с нами интересно Так, еще раз здравствуйте Хотелось бы, опять же, отметить У нас скоро крещение Естественно, начинается просто какой-то погодный коллапс Вот снегопад, уборки Многие жалуются на состояние дорог Как вы добрались до нас? Ну, до вас, кстати, добрался уже неплохо Транспорта стало на дорогах меньше А вот с утра были проблемы на работу Я сегодня ехал целый час Вместо обычных 20 минут Но будем смотреть, наверное, ближе к вечеру Как службы справляются Сейчас, наверное, еще чуть-чуть рановато следить Ну да, прошло Ну, хотя, почему? Со вчерашнего дня начинается снегопад По-моему, шел он уже очень-очень давно Как вы вообще, в принципе, оцениваете работу наших подрядчиков по городу? Ну, наверное, уборка снега не совсем моя тема Мне как-то ближе благоустройство и озеленение Ну, это же все равно все связано Ну, если сравнивать с другими городами Ну, где-то мы, наверное, посередине находимся То есть я перед Новым годом был в Самаре Там вообще был совершенный коллапс Нам такое не снилось Ну, опять же, потом, например, ездил в Казань Там намного лучше чище справляются То есть, ну, где-то... Ну да, если сравнивать с Самарой и Казани То, мне кажется, разница очевидна Ну, у нас как чистят, есть вопросы Наверное, как в любом городе Но более-менее, давайте так вот Где-то серединка на половинку Где-то справляются, где-то нет Ну, опять же, если заговорили про подрядчиков У нас начинается активная реставрация парков, садов Тот же Александровский сад Тот же парк имени Кирова Как вы оцениваете работу и состояние этих парков на данный момент? Ну, у нас сейчас много идет работ В преддверии 650-летия Скорее, пока по паркам, наверное, я оценю Как опыт не очень удачный То есть по парку имени Кирова была совершенно какая-то шедевральная Проделана работа при подготовке концепции Очень много интересных было идей, исследований заложено Очень активно общался тогда подрядчик с горожанами Действительно, ну, как бы качественно выполнил свою работу И потом как-то пошло-поехало С каждым этапом все хуже и хуже То есть за проектную документацию бились Не смогли отбиться Потом при реализации Ну, как бы здорово, что к нам приехали легата строить там экстрим-парк Действительно вышло там очень интересное сооружение Но вот те вопросы, которые на стадии проектирования мы поднимали Они, ну, как бы так и остались неразрешенными Там в части павильонов, в части коммуникации, освещения Опять же, зеленые насаждения очень сильно пострадали Ну да, которые у нас деревья недавно Большая вырубка была сверх, так скажем, проектной документации Из-за того, что не было предусмотрено, видимо, развороты Там техники работы То есть сами подрядчики в своем стиле Наверное, здесь очень много вопросов именно к качеству выполнения работы То есть что в Александровском саду, что в парке имени Кирова Я, насколько помню, там ГДМС выполнял основную там часть работ И, то есть культура производства работ Ну, она просто как на уровне там загородной трассы Срывается там кара с деревьев, срубаются там корни, снос какой-то необоснованный Вот, наверное, больше к этому вопросу То есть все-таки в городской среде здесь много ограничений Много существующего озеленения, мощения и там прочих объектов Нужно очень бережно подходить Я думаю, что если бы с таким качеством Кому-то из администрации на их загородном участке, например, выполняли работы Вряд ли эти работы просто были бы оплачены А, возможно, какие-то судебные дела последовали Вот здесь, как бы в городе, это все почему-то сходит с рук И не совсем понимаю, почему не привлекают более, так скажем, узкоспециализированных подрядчиков У нас действительно есть кому поработать И частных, так скажем, мастеров, кто занимается ландшафтом Они, кстати, в этом году были представлены на ландшафтном фестивале многие А с чем вы связываете эту безнаказанность тех людей, которые работают? Ну, нету мотивации То есть, в частности, по Александровскому саду Когда пошло там вскрытие дорожек и вот литье бетона Я сам там частенько хожу И был прям вот в моменте, когда люди там разбрасывали бетон Вырубали корни, клали бордюры Ну, писал Вячеслав Николаевичу Звонил, так скажем, с этим вопросом Мне кажется, по Александровскому саду Там многие просто уже бились и трубили о том, что там происходит Ну, я тут не совсем, может, разделяю общую панику по поводу каких-то вырубок То есть, вырубки, они при реконструкции старых насаждений Не, ну, какая-то часть, это нормально Неизбежные, но вот именно вот само качество работы подрядчиков Меня, ну, совершенно возмутило То есть, культура производства не огорожена ничего Не, как бы, все разбросано Бетон сливают прямо на землю, на дорожки Вот И, как бы, ну, ответ я получил, в принципе, закономерный от многих То есть, есть, ну, как бы, выполняет, по сути, работы муниципальная, там, подрядчик То есть, деоучредителем является, там, город Киров Ну, какой смысл самим себя штрафовать? Да, ну, да, выявили нарушение, там, правил внешнего благоустройства Там, про проведение работ Ну, выпишут штраф, но они также заплатят это из бюджетных денег, да Или из недополученной, там, прибыли, которая должна в бюджет перечисляться То есть, ну, мотивации просто, ну, и смысла такого, какого-то глубокого в штрафах Ну, как бы, это ничего, ну, как бы, никого ни к чему не принудит Так, ну, как можно это контролировать? Ну, потому что, если занимается этим администрация Платить за косяки администрация И в итоге мы получаем, ну, там, не приходит цензурных слов на ум Как бы, что с этим делать-то, может? Ну, что с этим делать, на мой взгляд, довольно просто Ну, во-первых, большее количество привлекать подрядчиков, да Чтобы работы выполняли не только, так скажем, муниципальные службы И привлекать, ну, как бы, вопрос даже не в том, что работы как-то выполняются плохо Такое бывает, да, бывают разные подрядчики Ну, не по всем я сижу Разные, там, сотрудники у этих подрядчиков Но не обязательно совершенно принимать такую халтуру Я считаю, что в обязательном порядке нужно включать в приемку таких работ Например, местного депутата, кого-то из представителей общественности И коллегиально подписывать акты выполненных работ Что, если есть такие нарушения, либо, ну, то есть Любой нормальный человек, который там живет рядом Или депутат, который отвечает за округ Ну, он более независим, чем чиновник, которому надо просто закрыть там строчку в бюджете И, так скажем, для них же это головняк Если, ну, ты не примешь работы, не заплатишь деньги Тебе, возможно, их придется возвращать потомки Это сложно, да Они в этом совершенно не заинтересованы Но более независимые люди, если будут в коллегиальной приемке работ участвовать Они могут просто отказаться от подписания Либо мотивированные там направить претензии подрядчику на устранение Либо на снижение стоимости работы Я считаю, что это будет, ну, очень эффективно Ну, то есть привлекать общественность банально к этому Ну, нет, общественность, наверное, нельзя просто хватать людей с улицы Ну, нет, конечно Подпиши там акты, да, это должен быть какой-то понятный порядок Ну, как вы, например, независимый эксперт Ну, да, если это происходит там на уличной дорожной сети Можно кого-то из жителей там ближайших домов там попросить Опять же депутатов, да, зачем мы их выбирали Вот, мне кажется, хорошее приложение депутата к вот плоскости благоустройства Многие моменты, они даже обычному человеку понятны Если там кривая брусчатка или остался там строительный мусор После выполнения работ, это может проконтролировать, в принципе, любой человек Которого просто есть там глаза и ручка в руках Ну, опять же, это же может повлечь то, что взять людей, скажем так, из соседних домов Они такие, ну, посмотрят, ну, да, да, ну, хорошо, на вид в целом, ну, окей, ладно Это же никогда не гарант качества Так, если какое-то количество больше одного людей принимает в приемке, то возникают какие-то разные мнения Да, приходится договариваться Уже там и подрядчику, ну, так скажем, придется нескольким людям продемонстрировать, что они действительно работы выполнили И как-то их сдавать Чем когда это происходит один на один И, ну, как бы, общественность никакого участия не принимает Причем запросы стороны людей-то на это есть Вот мы вот сейчас видим там вокруг мемориала, там складывается, там, какая ситуация Запрос на участие, на то, чтобы мнение там жителей Ну, там мнение даже не жителей, а именно активистов, которые уже, ну, давным-давно занимаются этой деятельностью То есть сами кировчане в большинстве своем Ну, зачем это надо? Там что-то происходит, но без нас решат Зачем нам в этом участвовать? Ну, тем не менее, есть какая-то активная часть, которая хочет и в принятии решений Принимать участие в разработке Может даже какие-то работы выполнять И на общественных началах Там уже давно идет, так скажем, запрос Люди ставили скамейки, проводили субботники Много активностей происходит Вот, это единственный, пожалуй, такой крупный парк в том районе Пользователей много То есть людей-то, судьба его беспокоит Ну, насчет Дворца пионеров, да, то есть Ну, мы вот как раз начинали еще до эфира это обсуждать Активисты очень были возмущены тем моментом Что до того, как принять сам проект Его не представили вот общественности А те, кто, собственно, создавал этот проект Объяснили это авторским правом Ну, то есть Ну, там действительно складывается какая-то странная ситуация Я несколько раз участвовал в обсуждении этого проекта Так скажем, в предпроектной работе В презентации уже готовых каких-то решений Ну, и мне кажется, что действительно проект выполнен не очень качественно Опущу вот эту историю, где там люди переходят на личности И выясняют отношения Мне это, так скажем, не очень близко Но то, что действительно работа довольно вышла дорого И при этом объем этой работы совершенно, мне кажется, не удовлетворяет, так скажем, стоимости Это, ну, вот мне абсолютно очевидно То есть даже взять с того, что получил заказчик По итогам, вот я долго выяснял, что является этим дизайн-проектом Дизайн-проектом, похоже, является вот именно та презентация Которая недавно была выложена в сеть И получить просто набор картинок там почти за 2 миллиона Это, ну, для меня это просто очень странно То есть по-нормальному как происходит предпроектная работа То есть мы же должны по итогу получить какую-то готовую там концепцию И концепция это не просто презентация Ну, чтобы посмотреть Да, если, наверное, говорить более понятным языком Вот есть, многие, наверное, работали в программе там Photoshop Да, создавая там какие-то картинки, проекты Вот здесь ситуация близкая То есть заказчик там предоставляет Или в предпроектной там работе появляется Например, там топосъемка, планы в масштабе Это вот как базовый слой Вот вы в Photoshop создали первый слой Дальше там должны носиться объекты, дорожки, озеленение Предлагаемые какие-то решения Вот так вот слой за слоем Мы получаем какой-то вот электронный там документ Который нас готовит к дальнейшему проектированию То есть по сути результатом этого этапа Должно было быть какое-то хорошее исследование Где уже в масштабе все отрисовано Все понятно, как расположено Относительно там вертикали, горизонтали Представлена модель проекта Да, модель условно виртуальная Модель как бы что предлагается В конце концов, даже если вы размещаете на плане какие-то объекты Вы должны же понимать, сколько они Ширину, высоту, длину Как это вообще будет выглядеть Как будет в дальнейшем там заезжать техника, чтобы их строить Как в дальнейшем будет это между деревьями проходить Над сетями, между сетями Ну как бы это В этом по сути и заключается разработка концепции Чтобы твои предложения как-то в масштабе уместились на этой территории Были каким-то образом рационально расположены Ну стало просто понятно и наглядно Да, и в итоге человек, который там Фирма, которая заключит работу Ну как бы контракт на рабочее проектированное Она уже в ТЗ получит Ну какую-то подготовку Ей не придется с нуля С картинок переносить Снова там на топосъемку Да, такая работа Она бы могла стоить подобных денег Где уже проведены Социальные там исследования Где уже в электронном виде Отрисованы какие-то объекты Пускай без подробностей Без узлов, без конструктива Но хотя бы просто в масштабе Я так понимаю, что в данный момент Этого не было предоставлено заказчику Что результатом работы действительно являлась Просто презентация И сейчас при подготовке ТЗ на рабочее проектирование Ну как бы это, во-первых, увеличит стоимость работ Потому что новому подрядчику нужно будет с нуля Все запрашивать, все отрисовывать Все разрабатывать Делать самому Делать все самому, да Ну и в принципе Ну некоторые проекты Ну проектные решения могут быть необоснованы То есть я уже на презентации задавал вопрос Говорю, а как вы собираетесь расположить сцену Почему к ней нет подъезда, например А если нет подъезда То как строительная техника попадет для того Чтобы эту сцену возвести То есть и таких вопросов без ответа было великое множество Я часть из них направил официальным письмом В мемориал попросил учесть А часть, ну так скажем В своих социальных сетях разместил подробный пост Почему? Ну я вижу, что концепция Она как-то нарисована в отрыве От дальнейшей стройки Ну просто плохо нарисована И эксплуатации То есть много решений каких-то странных То есть проводить дорожки из отсева Под кроной деревьев Куда потом будут падать листья Чтобы зимой это чистить Нужна отдельная техника Ратрак, то есть его нужно купить Его нужно где-то парковать Что там еще велодорожку собирают зимой чистить Да, ну то есть это целый список вопросов Если мы будем, у нас, наверное, вся передача уйдет Если мы будем каждый подробно обсуждать Ну вот просто, чтобы слушатель имел представление Вот просто много непродуманных вещей И опять же, вот с точки зрения объема Даже если вы заказываете, там, дизайн-проект квартиры Ну к вам приходит дизайнер, он ее обмеряет Он в масштабе наносит там всю мебель Всю там проводит нормальную работу Да, и он выдает вам файл в итоге электронный Где вы можете посмотреть Но вы не связываете настолько непроработанную историю С тем, что сроки написания, сроки создания этого В кавычках проекта, они были настолько сжаты, что Ну сроки действительно не позволяют Тут вопрос в том, что, ну если мы хотели получить там презентацию или эскиз То действительно его можно было сделать в эти сроки Ну только не за 2 миллиона, а за 100 тысяч, например Вопросов бы не было Вот вам накидали предложение Ну сказать человеку, сделай эскиз Да, да, он за неделю, там, за две сел, подумал, хорошо, действительно что-то предложил Ну да, без масштаба, без какой-то вот проектной работы Окей, можно конкурс объявить, чтобы собрать такие предложения Потом кому-то отдать под уже расчет там расположения Ну чтобы сделали уже нормально Да, да, то есть вопросов много У меня, кстати, нету каких-то там капитальных претензий Я принимаю, как происходит эта деятельность Там концепция проектирования, стройка, там, эксплуатация Все этапы довольно понятны Вопрос, зачем заказчик принимает некачественно выполненную работу Вот это для меня закатка Вот как мы говорили Ну как и для многих, на самом деле, это загадка Раньше, да, есть подрядчик, он работу выполнил некачественно Зачем ее принимать? Откажитесь от подписания Пусть они эти авторские права себе оставят Закажете в другом месте Опять же, тут потерять там месяц-два на этапе проектирования Это не так критично, как когда уже подрядчик выйдет на стройку И будет чесать голову, как я должен это сделать Как я должен заехать А давайте тут еще 10 деревьев снесем Чтобы я мог развернуть там самосвал там или трактор Ну, это просто последствия Они с каждым новым этапом Они несопистоимо становятся дороже И длиннее во времени Лучше 7 раз отмерить И потом уже один раз спокойно там отрезать Все построить У нас, в принципе, в последнее время какая-то тенденция О том, что надо все скопом делать Мы, опять же, говорили про Вячеслава Николаевича Любим, уважаем Все очень наш дорогой глава администрации Все хорошо Но при этом у нас до юбилея решили, видимо, переделать все, что только можно Ну, юбилей — это как, так скажем, хорошая новость Так и такое вот проклятие Все пытаются успеть именно к нему Где-то к первому, там, к 9 мая Где-то к 12 июня Какие-то объекты И вот эта спешка, она, ну, ни к чему хорошему не приводит Спешка всегда приводит к ухудшению качества итогового объекта Вот Ну, посмотрим, что будет делать В принципе, у нас не так много сейчас происходит работы Именно по благоустройству То есть грантовые конкурсы на благоустройство Был закончен в том году Из таких вот крупных объектов пока что Только парк имени Кирова Каким-то образом движется Все остальные усилия, я так понял, сосредоточены Ну, движутся тоже, как бы, под таким вопросом качества Что, простите, там, недавно у нас деревья в сугробы сажали Ну, то есть, там, вопрос качества Это же в парке имени Кирова Это отдельная история Ну, посадки при соблюдении технологий Можно проводить, ну, практически круглый год То есть, хвойные по технологии садятся зимой Некоторые, там, крупномерные Это возможно Тут вопрос в первую очередь Чтобы качество работ соблюдалось В принципе, возможно, даже зимняя посадка Такие есть прецеденты И к этому даже иногда есть показания Чтобы так делать Но это, конечно, должны уже решать специалисты В какой сезон и по какой технологии сажать Вот Мы, кстати, вот в прошлом году высаживали несколько аллей И он как раз передавали, в том числе, там, технологии посадки Высаживали где? На солнечном берегу и в районе метра Ниже, там, проспекта строителей В сторону метра Вот Как раз помогали реализацию, там, проектов по грантовому конкурсу делать И отрабатывали, и передавали, в том числе, для города технологию посадки Надеюсь, что в будущем будет востребовано Поскольку у нас, ну, можно сказать, что стопроцентная выжимаемость посадок По итогам сезона Все спокойно укрыли на зиму Все полностью деревья жили на стопроцентно Ну, вот, как раз заговорили про ваши работы и ваши проекты У нас проект Ежовка Вот, если, опять же, правильно это произнесла Как сейчас обстоят дела? Что планируется делать в ближайшее время? Дела продолжаются Нашими силами там был построен, получается, мост Через речку на железнодорожной насыпи пирс был установлен В этом году появился мостик к родникам Как раз вот тоже с помощью городского там гранта И силами центра кинезотерапии Там очень большое количество там людей поучаствовало Мы помогали там входную группу делать Ребята там закупали железо, крутили свай Ну, в общем, какой-то титанический объем работ был Каждый год мы убираем там по весне Огромное количество мусора Вытаскиваем из кустов, из травы, из воды Ну, вы делаете это все равно все своими силами, скажем так Ну, в основном, да, откликаются Вот в прошлом году очень порадовалось, что Министерство экологии включилось активно в процесс В принципе, территориальное управление нас Ну, как бы в этой инициативе очень поддерживает Но, конечно, пока не хватает какого-то такого мощного шага Потому что, ну, элементарно там нет освещения Чтобы вечернее или даже зимой в дневное время комфортно гулять И нет покрытия То есть вот Вячеслав Николаевич там в прошлом году записывал обращение Горожанам на юбилей города Спирса Там замечательный вид на Трифонов монастырь И воду открывается Но если бы... Ну, под нужным углом все красиво Да, да, если бы развернуть камеру в обратную сторону То там отвесный глиняный спуск, разбитая дорога и темнота То есть это, конечно, требует уже серьезных вложений Вы не обращались лично к... Обращались, но пока непонятно, из каких средств это можно профинансировать То есть там большой объем именно как бы затрат То есть там просто, во-первых, большая площадь это от набережной территории До улицы Милицейской То есть даже просто... Не, ну объем работы там огромный, конечно Да, это как минус, так и плюс С другой стороны есть где развернуться Можно вот любой желающий приходить И для вас найдется точка приложения усилий Да, может быть привлечение каких-то предпринимателей Да, мы привлекали к этому проекту избирбанк Но, к сожалению, так скажем, в какой-то момент свернулось финансирование С чем это связано? Ну, ситуация в стране с экономической Раньше у них было больше возможностей Как так скажем, благотворительных там участвовать в проектах Но мы тем не менее благодарны Они помогли нам очень с реализацией там проекта моста Вот, поэтому, ну, видим, что людей это волнует И предприниматели многие готовы То есть тот же центр кинезотерапии Они большое количество там сил и средств вложили Ну, участвуют Да, они сейчас вот занимаются активно родниками И буквально осенью я вот уже проходил по От телевышки По склону как раз вот к родникам К ежовским Там пока что это довольно экстремально выглядит То есть прямо сверху был натянут Натянут трос И вот по тросу, как в горах Можно было по узлам спуститься Мы с ребенком как бы прошли этой тропой Такой, ну, довольно интересно Хотя в некоторых местах так экстремально Но кому-то это может даже понравиться То есть территория обрастает новыми активностями Новыми зонами Там сейчас действительно стало интересно прогуляться Понаблюдать за птицами Посмотреть на воду Посидеть, так скажем, у ручья Да, да, то есть это вот на пару часов Такое завлекательное путешествие Я часто сейчас хожу с ребенком Ему очень нравится Вот, но просто не хватает какого-то Чтобы это было как-то культурно Чтобы ты мог вернуться домой в чистой обуви Да, чтобы ты мог не бояться Приходится экипироваться перед тем, как пойти на режим Придти туда вечером Вот этого не хватает А так место, это самый центр города Вот пять минут от любой там точки Там от телевышки, от той же И ты находишься вот просто в дикой природе Где плавают утки Ну, красота вообще, естественно Полная тишина, да, журчание воды Как бы здорово Очень рад, что этот проект состоялся И сейчас мы его еще дополнительно стараемся Увязать именно с туристическими маршрутами То есть там есть свой туристический маршрут По которому экскурсоводы приводят Показывают, так скажем, территорию И сейчас вплетается эта территория Именно вот к тем маршрутам Которые проходят в районе Вечного огня То есть там уже есть лестница Чтобы спуститься Это относительно доступно Как бы близко И получается вот Мне вот интересно связать еще территорию С другим проектом Которым мы занимались там С томсойерфестом Сарка Вятского Кремля Как раз с арки открывается вид на ежовку сверху А с ежовки в нескольких видовых точках Да, очень хорошо видно Как раз арку на склоне Немножко мешается вот лишняя растительность Там клёна американского Но я думаю, этот вопрос решаемый А так, в принципе, даже вот в администрации Мне в том году в конце уже Поделились информацией Что именно вот как бы разрабатываются И у них маршруты Которые включают вот эти две территории Это будет, мне кажется, интересно Ну, у нас сейчас, в принципе, идет акцент На развитии какого-то внутреннего туризма Вот, и, в принципе, идея о том Чтобы связать ту же ежовку с аркой И с набережной Да, и с набережной Вполне будет очень удачно смотреться И если, тем более, с администрацией говорят о том Что это возможно сделать Ну, пока это в плане идеи Я не вижу какого-то под это конкретно финансирования Может оно появится там в течение года Или уточнится в рамках каких-то статей Я вот вижу, что запрос на такие вот красивые именно места Где можно и снимать контент И как-то проводить время Он очень-очень высокий То есть буквально Вот недавно на праздниках я был на заводе Вятич И прямо вот в фильме, который они снимают Про свое предприятие И рассказывают про основателя Там Карла Уотта Шнайдера Вот съемки приезда Шнайдера на Вятку Они как раз проходили на арке Да, место имеет очень-очень Может даже коммерческий какой-то интерес Да, вот буквально на днях По фотографии Евгения Карепана Китайский художник нарисовал Так скажем, этот же вид на Трифонов монастырь с арки То есть это прямо вот история, которая раскручивается И вот я зашел, например, на Яндекс.Карты Да И там в разделе достопримечательностей Это вот прямо номер один строчка Да, в принципе, место очень красивое Будем надеяться, что оно будет развиваться и дальше А на этом мы прервемся на небольшую рекламу И после которой мы обязательно вернемся Что ж, продолжим после небольшой рекламы У нас как раз мы обсудили с вами практически все темы, что хотели И осталась история, благодаря которой лично для меня Я, собственно, о вас и узнала То есть это история про посадку картофеля Напротив дворца бракосочетания Если большинство слушателей, наверное, могло забыть банально об этом Да, по новостям хорошо разошлось и по соцсетям Да, да Даже в московском метро, которое газету раздают Мне писали, потом напечатали об этой истории Ну то есть напомним, что в 2022 году, 9 мая Вы решили проявить инициативу И попытаться своеобразным образом украсить наш город То есть посадив картошку в клумбу Ну, в клумбу, да Да, в клумбу напротив дворца бракосочетания Что сподвигло вас? Ну, в тот момент, когда я это делал Это больше, наверное, была такая акция Ну, условно, там, привлечение внимания Вообще к качеству кировского озеленения Что вот действительно даже посадить картошку будет лучше Чем то, как выглядит напротив единственного дворца Который, кстати, сейчас проводит торжественное сочетание молодоженов Вот такую историю И действительно, как-то это взлетело Ну, просто я год за годом наблюдал Как вот деградирует там кировское озеленение Как все ухудшается, упрощается Вырубаются деревья, безобразная обрезка вдоль улиц И вот какой-то момент уже стал последней точкой И вот решил провести, ну, чтобы просто обратить внимание Что вот куда мы движемся Скоро у нас пустыня будет вокруг И вот действительно, хоть даже картофель будет лучше, чем то, что есть у нас Почему именно картофель? Почему не другое? Ну, если бы я посадил Я как бы ведь много занимаюсь со скверами, с парками Каких-то общественных, там, за свой счет высаживаю растения Но если посадить питуньи, то люди не обратят внимания Скажут, о, хорошо, и там, может, даже администрацию похвалят Не поймут, что это кто-то там за свой счет там провел И, ну, просто будет неярко, нечего будет обсудить Никто не обратит внимания Скажут наоборот, ну, и хорошо А тут вопрос как-то вот всколыхнулся И даже вот мы потом в суд пошли с этой историей Но надо сказать, что история трансформировалась Она вышла вот за рамки, там, той акции, которая была В мою адрес поступали, там, заявления, там, на порчу имущества Ну, они, к сожалению, ну, как бы ничем не закончили На оскорбление личности Нет, кстати, не поступало Ну, в принципе, потом как-то это ушло на второй план И в суд мы уже обратились с другой, с другим вопросом немного А именно по поводу незаконных земляных работ, которые проводила администрация Когда выкапывала как раз картофель, вынимала грунт Ну, и, в принципе, потом вышли уже на такой более концептуальный там план То есть вопрос не только там в перемещении грунта туда-сюда А вопрос в том, что, ну, вот, если формулировать понятнее Наверное, многих возмущает ситуация, когда вот укладывается, например, там, новый асфальт А потом, вот, приезжая техника, вырывает оттуда из-под него гнилые там трубы И снова там укладывает асфальт, да, непонятная трата денег на несколько кругов И в итоге вот мы с этой историей вышли как раз на похожую историю То есть у нас проводятся земляные работы Без согласований сажаются, например, там, те же растения И ровно на этом участке так и произошло То есть вынули грунт Ну, это же хорошо, что вместо картошки у нас посадили цветы Да, но в этот же год, когда посадили цветы, пошла реконструкция теплотрассы И снова, как бы, мы месяц полюбовались на цветы Эти цветы все вынули снова ковшами И в очередной раз переложили там теплотрассу Пора опять садить картошку Да, и здесь та же самая история, что с асфальтом То есть у нас, так скажем, муниципальные службы не считают нужным согласовывать свои земляные работы И получается, что администрация в лице теруправления, она не знает, что у них проводятся работы как раз по посадке К ним обращается сетевая компания, получает ордер И только что высаженные, так скажем, цветы Может запросто вынуть там с ковшом и выкинуть, увезти на свалку вместе с грунтом То есть ровно такая же история И пытались вот на эту тему тоже обратить внимание в рамках судебного разбирательства Ну, оно еще не закончено Перед Новым годом мы прошли кассацию, к сожалению, так скажем, решение пока устояло Они любят нас Ну, то есть в сторону чиновников Да, у нас были и экспертизы проведены независимые Ну, к сожалению Но вы планируете все равно продолжать добиваться своего? Ну, не все необходимые процессуальные этапы я пройду, как и обещал на первом этапе То есть дело буду вести до конца Вижу, в принципе, что ситуацию другого пути поменять нет То есть, чтобы не платить деньги по два раза на благоустройство Все равно необходимо все земляные работы согласовывать через теруправление Чтобы в одной точке была вся информация о том, какие работы планируются на их территории И они уже будут принимать решение Отложить посадку растений вперед там сети Починить или наоборот, например, сказать, что вы и так не успеваете Но вы пытаетесь продвинуть идею того, чтобы подходили более логичные Да, да, должен быть какой-то понятный работающий механизм Он прописан в правилах внешнего благоустройства нашего города Но, к сожалению, просто не исполняется и игнорируется И дальше потом вот в том числе и в судах пока устаивает То есть, ну, не принято почему-то сдавать, так скажем, своих Даже при отсутствии какой-то нормативной там базы Когда, так скажем, все экспертизы и вся нормативка в пользу здравого подхода Ну, как-то это немножко не работает А в приговоре что именно сказано? То есть суд с какой формулировкой это держит? Ну, он не согласился с нашими доводами И считает, что все проведено в рамках правополя Все чиновники молодцы Все хорошо Ну, и продолжаете, собственно, вести это дело И когда следующее заседание? Пока ждем результаты вернуться из Самары И дальше мы уже будем второй касаций их протестовывать В принципе, все необходимые основания для этого есть Причем даже, вот обращу внимание, совместно со мной работал юрист Антон Окулов, адвокат И апелляцию и касацию он провел пробонно, то есть бесплатно Настолько его в ходе работы с делом зацепила общественная важность И то, как, скажем, настойчиво я работаю с этой темой Что вот он тоже примкнул, так скажем, к этому процессу И в том числе вот каким-то своим трудом поучаствовал в том, чтобы продвинуть эту тему Свой личный вклад в нас Как вы сейчас контактируете, работаете с тем же УДПИ? Ну, там сейчас, так скажем, произошла некоторая смена руководства Светлана Кекина заведует делом озеленения И я, в принципе, никогда не был за то, чтобы просто, так скажем, неконструктивную критику То есть я же вполне конкретные вещи предлагаю изменить, действовать как-то Вот, и, в принципе, сейчас мы, ну, довольно неплохо работаем То есть вот ландшафтный фестиваль проводили какие-то технологии передаем для УДПИ Они заинтересованы сейчас в том, чтобы какое-то получить экспертное мнение Из других городов активно привлекают и коллег, и специалистов там для консультации Поэтому, ну, как бы, я нацелен работать Другого пути все равно нету Вот есть люди, которые отвечают за благоустройство нашего города В любом случае у них все финансирование, у них все рычаги принятия решений И, как бы, я стараюсь по возможности сотрудничать Да, ну, только в каких-то, ну, понятных историях, где можно эффективно приложить там свои силы Болели какие-то истории, которые, в которых вы отказали участвовать? Ну, не знаю, иногда там, там, ну, Условно, там, да, с УДПИ, наверное, не поступало таких запросов Но вот часто и СМИ звонят по поводу, там, дорожного строительства пытаются что-то узнать Ну, какие-то не ваши темы Да, просто какие-то не мои темы То, что касается озеленения, там, парков, скверов, я стараюсь участвовать Да, очень мы неплохо поработали по скверу художников на Московской Володарского, наверное Знакомый всем ПОКов, веселый летчик, сквер И туда действительно пришло, был выполнен нами эскизный проект, бесплатно городу подарен, как и, ну, это, наверное, единственное Ну, то есть вы все равно делаете, как бы, акцент на озеленение, на проработку парков Туда удалось привлечь и финансирование, и УДПИ, истеруправлением очень помогли в подготовке конкурсов В том, чтобы подрядчики туда вышли, депутаты направили финансирование То есть проекты реализуются и совместно с администрацией в том числе То есть я вижу, не вижу другого пути Будем надеяться, что работа будет продолжаться, и парки будут возводиться, делаться И за ними будут следить достойно, скажем так Да, хочется пожелать того, чтобы привлекали, ну, просто более грамотных подрядчиков И лучше их контролировали Ну, и все равно остается тема озеленения благоустройства очень сильно недофинансированной Надеюсь, депутаты нас услышат и тоже обратят внимание И какой-то бюджетный рубль придет в нашу тематику чуть больше, чем был до этого Ну что ж, на этом мы заканчиваем Было очень приятно пообщаться, спасибо большое, что пришли к нам Вам спасибо До свидания Особое мнение на 101FM